Всех приветствую! Скоро новогодние праздники и нужно сделать подставку для елки. Все время пользовался покупными, но вот появился токарный станок. Можно сделать уже самодельную подставку. Может быть она будет даже немножко лучше. Взял я болванку. 74 миллиметра диаметр. Выставил уже. Я вот иногда пользуюсь таким способом. Чтобы не было биения, просто колесом прижимаю. Вообще биения нет никакого. Болванка выставлена. Сейчас нужно аккуратненько ее торцать и перевернуть, поставить уже на проточку. Зажал очень хорошо, чтобы не дай бог не прилетело в голову. Но все равно нужно быть осторожным. Тем более, что этот алюминий, он очень коварный и опасный. Снимаю буквально по две десяточки, а то и меньше. Обороты около 600. Эта сторона готова. Алюминий очень плохо режется. Это AMG-2 сплав. Вязкий очень. Но зато он легко полируется и шлифуется. Это будет донышко нашей подставки для елки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этим всё. Теперь нужно сверлить и растачивать отверстие, что меня больше всего пугает здесь. Растачивать этот алюминий не очень приятно. Ещё с таким вылетом. Надеюсь, всё будет хоккей. Поставил длинный расточной и буду растачивать. Расточка будет, как обычно, в два захода. Сначала наполовину, потом глубже. Друзья, стакан полностью готов. Сейчас посмотрим, что получилось. Здесь даже практически не побило. Есть небольшие следы. Но стакан тяжелый получился. Внутри он выглядит следующим образом. Насколько смог, расточил. Где-то вот до сюда. Сделал ступеньки. Ступеньки будут служить упором. То есть ёлку, когда будем вставлять, здесь я сделаю подвинтики, зажимы. А там оно будет упираться стволом и не будет шататься. Как обычно, ёлки в подставках шатаются зачастую. Потому что внутри конус никто не делает почему-то. Зря я рано так снял деталь. Нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу. Вот моя мега державка для метчиков. Вроде бы неплохая резьба. Винтиками этими нужно будет пользоваться раз в год. Надеюсь, хватит надолго. Без масла можно вообще в этом алюминии не нарезать. Я как-то без масла опрометчиво попробовал нарезать. Оно просто всё слизалось. Сейчас даже по звуку слышно, что резьба режется. Колбочка полностью готова. Практически. Здесь ещё крепление нужно будет придумать. Сейчас будем делать ручки для винтиков. Буду использовать металлические болтики. Ну а к ним сделаю красивые ручки, чтобы можно было закручивать такие крутилки своего рода. Долго проход идёт. Можно в принципе сверлить. Не знаю, как там с токарной точки зрения. Наверное, это неправильно. Такими вещами заниматься. Но хочется сделать побыстрее. И, так сказать, не тратить время зря. Резель надо выставить. Сейчас отрезным отмерю детали. Потому что ещё хочу сделать накатку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одна вещица готова. Это мы ликвидируем уступчик попозже. Сейчас здесь торцую на быстрой скорости и продолжу отрезать. Продолжение следует... Продолжение следует... Части резьбы для винтов. Буду вклеивать их на эпоксидную. Почему на эпоксидную? Локтайта нет. Может можно было бы на локтайт сделать. Всегда можно найти выход от безысходности. Только нужно здесь вот эти кончики подрезать. Все-таки они тут, по-моему, ни к чему. Растворитель. Чтобы хорошо промыть резьбу. В резьбе масло нужно хорошо промыть, иначе клей не пристанет. Продолжение следует... Промыто достаточно. Можно брать и клеить. Должно хватить. Перчатки на выброс. Поэтому надел, чтобы не выпачкаться. Эпоксидная смола. Вечно в нее ляпаешься. Потом руки не делю черные. И мешаем около 5-7 минут. Если хотим, чтобы не липкая была. В такой маленькой колбочке можно и быстрее размешать. Итак, пришло время клеить. Немного ускорил застывание эпоксидной смола. Делается это следующим образом. Подогреваем стаканчик до жидкого состояния. Его и сейчас можно подогреть. Она разжижится. Потом ставим. Он остывает. Если ее мало здесь, она остынет. Если много, она закипит и застынет мгновенно. После того, как она остыла, приняла температуру, еще раз нагреваем и ждем, чтобы остыла. За полчаса я добился такой консистенции. Она уже чуть-чуть загустела. В свое время прочитал, что повышение температуры на 4 градуса ускоряет реакцию вдвое. Здесь возможно работает этот принцип. Получается, если при 20 градусах она 24 часа застывает, при 24 должна 12. При 28 должна 6 часов. Примерно так оно, честно говоря, и есть. Мажем резьбу слегонца и мажем колечко. Тут еще даже следы растворителя остались. Ладно. Намазываем. Желательно промазывать и там и там. Завинчиваем. Высохнет, будет крепко держать. Навинчиваться не хочет. Воспользуемся патрончиком. Есть контакт. Вот этот поясок можно попытаться убрать. Пока все-таки эпоксидка не застыла, ее можно вытереть. Ну вот и все. Здесь болт теперь будет сидеть намертво. Сюда придется пипку выточить, чтобы закрыть это отверстие. Далее точно также делаются остальные. Пока что так. Все, можно приступать к изготовлению крестовины. Под крестовину пришлось прикупить парочку дюралевых профилей. Нужно две палочки по 55 сантиметров. Отпилил ножовкой. Смотал скотчиком. Теперь вот это место нужно торцать, так как оно не очень красивое. Здесь гораздо лучше. Идем на фрезерный. Там мы это дело и торцаем. Все хотят видеть НГФ в работе. А работает он очень даже неплохо. По дюрале самые большие обороты поставлю. Здесь это 1250. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и теперь самый главный вопрос. Какая же получилась поверхность. Вот такого качества фрезеровка получается. Зажал заготовки. Сейчас нужно отмерить серединку. И сделать два пропила, чтобы входило перекрестие. Контролировать буду оставшимся брусочком. То есть желательно сделать его как можно точнее, чтобы дно в другое входило. Для этого нужно точно разметить. Думаю, достаточно будет для крестовинки. Раз. И с этой стороны черканем. Два. ТОРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАН Теперь же нужно двигаться дальше. Хотел я фрезернуть, но наверное попробую выфрезеровать здесь крестообразные пазы. Конечно на всю глубину, наверное, не получится. Нет такой длинной фрезы, просто фреза короткая. Хотя бы чуть-чуть, уже будет хорошо. Установил заготовку, убрал одну губку, потому что тиски настолько маленькие, раздвижение 65 всего лишь, что моя заготовка не стала сюда. Здесь пришлось нарезать резьбу, чтобы можно было прикрепить следующим образом. Использовал зажим и подставки. Выставил примерно по центру. Буду фрезеровать крестообразный паз. Фиксатор продольного перемещения где-то потерялся. Надо будет изготовить новый. Ну а пока я просто клин вкручу. Потому что нужно будет сейчас фрезеровать в вертикальном направлении. Все, деталька отфрезерована. Можно снимать, смотреть, что получилось. Вот он крестообразный паз. Вот это дело мы сейчас живенько уберем. Первая моя, можно сказать, работа на фрезерном. Остальное, это были так, испытания. Всякие, чтобы пощупать его за вымя, тут уже вот что-то сделал. Ну а здесь нужно сейчас ее закрепить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чтобы не фрезеровать со всех четырех сторон, потом выступы, то есть эта вещь будет утапливаться вот сюда и останется такая крышечка небольшая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упоры сделаю по размеру. Примерно так можно дорезать. Здесь уже оно войдет, а вот здесь мы фрезернём. Парочка заглушек уже готова. Вот так они и выглядят. Вставляются нормально. Сюда похуже, так как здесь заусенцы не убрал. А в готовом изделии уже вставляются хорошо. Плотненько, ровненько всё. Если высокая точность не нужна, то делается всё в принципе очень просто. Процесс довольно-таки простой. Выставляюсь тупо по фрезе. Упираю в фрезу и затягиваю тиски. Судя по всему, одна сторона готова уже. Ну вот, всё и готово. Тоже заходит прекрасно. Подставка для ёлочки полностью готова. Заняло, конечно, приличное время. На её изготовление. Уж слишком тут уж много деталей получилось. А заглушки я приклеил на силикон. Приклеил на силикон, чтобы они не отвалились в процессе эксплуатации. Это, так сказать, искусственный снег. Пускай уже привыкает. Снизу выглядит следующим образом. Здесь профрезерованы пазы, а здесь отверстия под винтики. Всё приходилось делать, обтачивать практически с нуля. Кроме винтиков, резьбу использовал готовую, хотя тоже пришлось всё обтачивать. Я уже пробовал, ёлочка стоит хорошо, крепко. Здесь предусмотрены конуса внутри. Диаметры уменьшаются и она концом фиксируется. А этими крутилками можно настраивать. В общем, поздравляю всех с наступающим. Подписывайтесь на канал, кому видео было интересно и ставьте лайки. Благодарю за внимание и всем пока.